Всем привет! С вами Дима OnePoint, это The Crew 2, и сегодня мы влетаем прям сразу же в вот так вот геймплей. Это Plymouth Roadrunner Freedom Edition, новая машина, которую можно забрать за новый Live Summit. И мы, кстати, есть еще сразу в нем. Давайте выбираем эту тачку. Здесь у нас есть вот эта вот стритрейс-гонка, где нам дают прокатиться на этой машине. И прямо сейчас я хочу на ней прокатиться, потому что выглядит она очень даже интересно. Ну что ж, полетели. Посмотрим вообще, как эта гоночка сложная, легкая. Машина у нас арендуется, так что все вообще окей. Блин, мне нравится. Мне нравится, как она выглядит, и мне нравится, как она едет. Достаточно устойчиво, несмотря на то, что у нас сейчас дождик. Вообще, в игру я сегодня зашел ради Ford Mustang, потому что меня на одном из стримов все-таки уговорили его купить. Да, друзья, я напоминаю, что по подсказочке в углу экрана вы можете подписаться на стриминговый канал. Стримы там проходят два, бывает один раз в неделю, но, тем не менее, проходят, уже радуют, потому что здесь-то их вообще не встретить, стримы от меня, а там они появляются частенько. Тем более, я напоминаю, что на стриминговом канале я не привязан к гоночным играм. Там я играю в игры разных жанров. И вот, например, завтра, в пятницу, у нас будет релиз Tony Hawk Pro Skater, ремастер, ребята, первых двух частей. И у меня уже есть предзаказ, поэтому я ожидаю, я готовлюсь, и завтра обязательно делаю стримчик по этой игре. Поэтому, кому интересно, даже, например, ради Tony Hawk'а, подписывайтесь. Блин, мне нравится тачка. А как она внутри выглядит, интересно? Давайте посмотрим. О, тоже красная подсветочка. Красиво, красиво. А как вот эти воздушные фильтры выглядят у нас, выведенные из-под капота. Это, блин, круто. Не, круто. Прям такой вот реально масл-кар. Единственное, насколько я знаю, любители масл-каров не особо любят расширения. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эти расширения идут этому автомобилю. И смотрится это прям четенько. А вот я вижу уже и финиш. Ну, что я могу сказать? Эта гонка в лайф-саммите получилась максимально чиловая. Вообще, я заметил, что во многих лайф-саммитах гонки стрит-рейс, они какие-то вот прям чиловые. Ты на них едешь и отдыхаешь. Ну, кроме там некоторых особенно каких-то гонок. И смотрите, на удивление, на 100 тысяч очков даже не проехал. То есть, надо будет все-таки попробовать переиграть. Что у нас вообще в этом лайф-саммите? Какие у нас призы есть помимо вот этой прекрасной тачки? За бронзу нам дают 400 тысяч фанатов. За серебро обвеса для Nissan 370Z Nismo. Причем версия для дрифт. А за золото нам дают легендарные детали. Ну и, конечно же, за платину нам дают вот этот вот примат. Больше всего меня интересует лайф-саммит, который у нас будет в сентябре 23-го. Там за платину дают Chevrolet Impala Lowrider Red Dutch Edition. То есть, вот мне интересно, это будет единственный вообще Lowrider, ну, как бы в The Crew? Или все-таки его можно будет купить как-то отдельно, но он просто не будет у нас вот Red Dutch Edition. Вот это прям интересная тема. Да, меня сильно поражает, насколько The Crew все-таки у нас разгоняется. Она была достаточно уныленькой, такой гринделкой. А вот с этими новыми автомобилями, ну, появляется какой-то геймплей. И вот с этими арендованными тачками в лайф-саммитах тоже появляется какой-то геймплей. Это максимально круто. Блин, 636 тысяч. Так хочется потратить деньги на этот драгстер, но нет. Сегодня у нас Ford Mustang. Глядя на него, так и хочется включить музыку и изугнать за 60 секунд. Но, к сожалению, я не могу это сделать, потому что мы находимся на YouTube. А YouTube у нас что? Плакирует ролики по авторским правам за музыку. Поэтому это сделать я, к сожалению, не могу. Но мы можем, в принципе, ее напеть. И вот сейчас прям со мной, ну, надеюсь, надеюсь, вы там в голове уже начали напевать. Ладно, короче. 344 399 эта машина стоит. Уровень характеристик 123. У нас тут мощность 375 лошадиных сил. Написано, а максимальная скорость опять не написано. Ну, понятно. Ладно, что у нас по цветам? Серебристый, черный, красный. О, это прям какой-то винный прям вообще. И обычный красный. Я понял. Но поскольку у нас все-таки будет, скорее всего, делаться что-то похожее на Eleanor, поэтому берем серую машину. И, конечно же, сейчас посмотрим на нее со всех сторон. О, да. Говорят, что обвесов там много. А вы же знаете, меня медом не корми. И дай в крюхе посмотреть на обвесы колхозняцкие, которые разработчики наделали. Блин, вот пока что машина мне нравится, как выглядит. Пока что мне это все нравится. Самое главное, чтобы можно было поставить вот эти вот фары, которые там были. Ох, они красивые. Они реально красивые. Так, ну что же у нас есть. Откроем эту дверь. Что у нас вообще тут? Как это все выглядит? Но внутри прям вот мустанг. Мустанг, мустангович. Там все дерево как надо. Давайте сейчас даже быстренько зайдем туда. Садимся на сидушечку. И вот как тут. Так, блин, какой огромный руль в мустангах. Я и забыл. Блин, дерево, кстати, прям такое благородное. Не то, что сейчас там делается пластик, который имитирует дерево. И здесь вот прям дерево-дерево. И оно, ну, я не знаю. Вот некоторые говорят, что вставки из дерева смотрятся пошло. Я так не считаю. Особенно вот в старых автомобилях они смотрятся вообще гармонично. Эти вставки из дерева, ну, как мне кажется, реально создают уют. Ну, только посмотрите на это все. Эх, красота. Ладно, давайте запустим двигатель, послушаем. О, мотор настоящего маслкара. Звучит просто офигенно. Мне нравится. Мне нравится. Ладно, давайте управлять. Поехали. Как всегда, пока что до дома прокатимся. О, а как на холостых он звучит круто. Вы только прислушайтесь. Блин, я не знаю, как они этого добились. Но звук максимально вот похожий. Охренеть. Это круто. Это очень круто. Ну и вообще, в принципе, блин, я не знаю. Последнее время вот Крю меня начинает даже больше радовать, чем, например, в Forza Horizon 4. И там, и там добавляются, конечно же, новые автомобили. Но здесь такое ощущение, что над ними работают даже больше, чем в той же Forza Horizon 4. Но звуки... Ну, звуки это прям вообще... Это какое-то наслаждение. Просто наслаждение. Блин, мне нравится. Мне очень нравится, как звучит эта машина. И на удивление, вы посмотрите, как она шустро едет. Это что такое получается? Это значит, что у нас очень неплохой автомобиль до стрит-рейсинга. И, кстати, поворачивать на удивление хорошо. У меня нету какой-то валкости. Блин, я же чуть-чуть задел. Почему у меня такая помятость сразу? Валкость, конечно, присутствует. Но, как я и говорил, на старых автомобилях она... Она должна быть. Она должна быть 100%. Потому что это старый автомобиль. Тогда мы просто связь с реальностью теряем полностью. Но здесь ее сделали достаточно жесткой и достаточно управляемой. Блин, я, конечно, понимаю, что это версия босса. И она типа про спорт. Но, понятное дело, что она не была в реальности такой жесткой. Но тут я считаю, они сделали правильно. Потому что автомобилем хотя бы можно управлять. И, черт возьми, он едет очень хорошо. Просто охренеть. Мне прям приятно им управлять. Реально приятно. Простите меня. Я уже, конечно, надоел всем постоянно говорить, что, ой, посмотрите, какая машина. Ой, какая она красивая. Я сам над собой удивляюсь. Потому что, в принципе, в жизни я скептик. И я все время такой, типа, ну... Ну, типа... Ну, да, и как бы, ну... Да, да. Вот как-то все вот так у меня проходит. А здесь я удивляюсь каждому автомобилю. Но я, понимаете, я удивляюсь проработке. Это просто что-то. Видно, что разрабы стараются. Я не устану это повторять, почему они начали это делать спустя два года, когда игра вышла. Я этого не понимаю. Итак, вот эти вот автомобили у нас были в предыдущих сериях. Обязательно чекайте, смотрите. Ну, а я уже пойду отсюда тачки убирать. Итак, наверное, первое, кто у нас из гаража сейчас уйдет, это будет у нас Энса. Оооо, ну не, ну не, ну только посмотрите, как он выглядит. Ооо, и ведь на эту машину вышла даже новая гоночка, где мы можем на нем прокатиться арендованным. А если вы его купите, то уже прокатитесь на своей версии. Черт, обожаю серый цвет. Просто обожаю. Ладно, давайте посмотрим, что у нас там есть по тюнингу. Итак, у нас там сразу характеристики предлагаются. Ну, понятное дело. Так, идем в стайлинг. Десять капотов. Мне прям интересно. Погнали. Ага. Ну, конечно, без этого никуда. Он, кстати, здесь какой-то немножко по-другому выглядит. Не так, как обычно на других маслкарах он выглядывает. Ну ладно. А вот, вот это уже да. Вот это как на обычных маслкарах. Это все, мне кажется, пошловато и не совсем красиво выглядит. Единственное, в чем очень большая печаль для меня. Тут нету капота, который похож на именно тот капот, который был в фильме Угнайзер 60 секунд на Мустанг Элеонор. И это немножко печально. Поэтому, наверное, я поставлю все-таки такой. Потому что мне нравится, как он выглядит. Или вот такой. Он попроще. Ладно. Давайте вот такой поставим. Передний бампер. Целых 18 штук. Ага. Ага. Так, ясненько. Я думал то, что будет что-то поинтереснее. А здесь вот прям опять колхот ставил. Ивари Тауэр. Молодцы. Вы держите планку. Это прям жестяк. Это прям жестяк. Ну, конечно, ничего похожего на Элеонора я пока что не вижу. Да. И вот это вот тоже. Это все, понимаете? Это можно сделать. Мустанг похожий на Мустанг Ван Гитина, по-моему. Есть такой вот дрифтер. Есть такой дрифтер. Вот. Может быть на него можно похожий сделать. Но опять же Элеонор. Можно, конечно, сделать Мустанг, который будет похож на тот, который снимался в фильме Буллет. Но знаете что? Нет. Раз уж у нас тут такая пьянка пошла. Будем делать тогда колхоз. Они нас вынуждают делать колхоз. Будем делать колхоз. Почему бы и нет? Мне вот интересно. Если я поставлю такие фары, они будут все светиться или нет? Смотрится это, конечно, стрёмно. Ладно. Сделаем так. 3000 у нас отправляются. Переднее крыло. Переднее крыло. А. Угу. Расширение можно поставить. Ну да. Это больше похоже на Мустанг Ван Гитина. К сожалению. Чёрт. Я ожидал, что здесь можно сделать прям точную копию Элеонор. Но почему-то нет. Ладно. Ставим такое расширение. Диски. Диски по-хорошему я бы, наверное, оставил эти. Но их же можно, наверное, сделать побольше. Нет. К сожалению, нельзя их сделать побольше. Чёрт возьми. Я бы хотел их сделать побольше. Ладно. Давайте там выбирать что-то другое. Может быть, подберём. Тут, по-моему, есть диски, которые очень хорошо смотрятся на маслкарах. Ну вот, в принципе, вот эти диски неплохо смотрятся. Надо только посмотреть, побольше их можно сделать. Да. Побольше можно сделать. Вот, например, как-то вот так вот. И здесь тоже немножко увеличим. Но вот уже другое дело. Уже более-менее что-то классики. Хотя с такими расширениями обычно ставятся диски, которые такого типа нового вида. Ладно. С тормозами ничего не будем делать. Что у нас с боковыми зеркалами? И вот как-то вот так всё. Ну, поскольку делаем такую машину. Давайте боковые зеркала сделаем такие. У нас такое смешение стилей просто получается. Максимальное расширение тоже. Вот это ставим. Спойлер. Всего 6 штук. Ох, ё-моё. Ну, вот это вот нормально. Ну, это тоже неплохо. Это так себе. Мне такие спойлера, кстати, на мустангах никогда не нравились. Но они реально ставились. У нас тут, кстати, с решеточкой есть. Удобненько. Так, ну, короче. Мне, наверное, нравится вот этот вот спойлер. Ставим его. Задний бампер тоже 18 штук. Ох, ё-моё. Вот это карбоновый диффузор. Вы только посмотрите на него. Ужас какой. Это жёстко. Ну и, как я говорил, да, и фары тут, к сожалению, тоже поменять нельзя. Поэтому жопку, наверное, вот такая вот, скорее всего, будет. А, либо вот... Ну, кстати, вот это тоже неплохо смотрится. Так, ну это уже более-менее стоковый пошло. Ладно, давайте, наверное, сделаем вот так вот, чтобы это всё дело было. Всё, ставим. Ну и цвет салона оставляем стоковый, потому что мне что-то как-то больше ничего не хочется. Вот такая у нас машина получается. Перед, мне кажется, перегруженный. Подождите. Мне не нравится перед. Надо его всё-таки переделать. Что-то он слишком с этим сплиттером как-то... Не знаю. Может быть, вот так вот. Да, вот так вот будет поинтереснее смотреться. Давайте всё-таки его поставим. Да, вот теперь мне нравится больше. Но у нас теперь тачка похожа максимально на дрифтовый Ford Mustang. Ладно, давайте зайдём в атрибуты. Ну, наверное, пускай будут такие шины. Мне кажется, под него они подойдут больше. Ну и всё остальное особо не трогаем. Можно только тонировочку поставить. И, конечно же, давайте зайдём в раскраску. Вы давно не заходили. Посмотрим, что там у нас есть на Mustang. Конечно же, есть полосы. Без этого никуда. Я вижу уже пламя. Я вижу ещё одни полосы. Ага, вот это, кстати, у нас правильная каноничная раскраска. Угу. Угу. Рейзер. Я понял. Я понял. Да, конечно, на этом мустанг только раскраску рейзера и стать. Вот, кстати, вот это вот неплохо смотрится. Мне нравится. Мне нравится. Так, вот такие вот у нас ещё полосы есть. Ооо, кстати, чёрный с оранжевым прикольно сочетается. Мне нравится. Каев. Просто чёрный. Блин, нифига он становится чёрный, жесть. Так, оранжевый. Ооо, вот такой вот каноничный цвет мне вообще заходит. Что-то прям... Ааа! Прям сердечко! Нравится. Нравится. Вот это вот поставим. Ой, какой он теперь. Он прям по классике выглядит. Он даже на этих расширениях и на всём не смотрится вычурно благодаря просто вот этой каноничной раскраске. Чёрт возьми, как мне это нравится. Ну что же, теперь у нас остаётся самое, наверное, интересное для многих. Потому что теперь у меня есть детали нейтрохимик, и я сейчас их поставлю на этот мустанг. Итак, максимальная скорость у нас получается 364 км в час. Неплохо. Мощность 990 лошадей, это прям очень неплохо. Разгон с ляда сотни, вот, 263. Прям вот такой же, как у всех. Четверть мили 957, стробежная сила 1,2 и тормозной путь 1676. Опять же, тормозной путь достаточно небольшой, но интересно, как эта машина сейчас вот в реальности ездит. Ну как сказать, в реальности, в реальности мира The Crew, точнее. Вот мы выехали, звук, конечно, у неё просто сумасшествие, просто сумасшествие. Единственное, теперь жопку, мне кажется, надо всё-таки сделать, чтобы у нас была карбоновая вставка, потому что что-то слишком много оранжевого на жопе, должно хотя бы какой-то акцент быть чёрненький. Шорт! Мустанг нормально стелет, я вам скажу! Офигеть, как нормально стелет! Он быстрый и устойчивый! Охренеть! Охренеть! Я не ожидал такого от Мустанга. Вот с торможением, кстати, не очень хорошо. С торможением прям вот мне не понравилось. Но блин! Мустанг капец хорош! Очень хорош! Я чувствую, есть ли ещё те, кто умеет его настраивать, поднастроят, эта тачка прям будет! Такой каеф! Такой каеф она будет! Это прям вообще! Залетели! Блин! Мне очень нравится он! Мне он очень нравится! Ладно! Там, конечно, на стриме мне Декс это посоветовал, но тем не менее, я видел, что и вы в комментариях писали, Дима, попробуй Мустанг! Дима, попробуй Мустанг! Я понял, что вы не зря это делали, вы не зря мне это писали, потому что эта машина мне реально понравилась! Очень сильно! Охренеть! Вот это он стерет, конечно! Блин! Он такой прикольный в управлении! Мне нравится! Мне реально очень нравится! Ну что же! Давайте его проверять! Надо бы, кстати, какую-нибудь прямую найти и посмотреть на фул нитро с нитрохимиком, насколько сильно у нас сможет разогнаться! И для этого я даже специально перенесся на солончаки Бон и Виле, потому что здесь можно машину разогнать очень-очень хорошо! Итак, полетели! 250! Давай-давай-давай-давай! 300 есть! Упс! Сбил немножечко! 320! 320! 330! 340! В нитро врубаем! Сейчас закончатся солончаки, наверное! И на фул нитро у нас по 400 будет! 390 есть! Блин, ну офигеть! В принципе, ее можно было до 400 разогнать вообще без проблем! Вот это я понимаю! Вот это машина! Так, слушайте! Мне интересно, как она проедет мою проверочную трассу Юг Лас-Вегас-Трип, где я очень люблю испытывать новый транспорт! Никогда не думал, что мне будет нравиться, как звучит масл-кар! Офигеть! Но мне нравится! Мне очень нравится, как он звучит! Ну и, конечно же, сейчас с нитрохимиком я должен намного быстрее пройти эту трассу, потому что у нас тут есть теперь запас, чтобы разогнаться! И как вы видели, как я прошел эти повороты! Охренеть! Эта машина очень устойчива и очень хорошо откликается на руль! И главное, ее никуда не выносит на широкую, как у других автомобилей в этой игре! Блин! Мне нравится Мустанг! Мне очень нравится Мустанг! И он мне нравится даже намного больше, чем у нас были предыдущие автомобили в этом обновлении! Ох! Вот тут вот, конечно, я зашел не очень хорошо! Меня прям кидануло некрасиво! Но, тем не менее! Тем не менее, эта машина нереально хороша! Друзья, просто вот если ее настроить, это будет такой эпичный автомобиль! Вот этот, опять же, немножко плохо оттормозился! Но мы уже уезжаем неплохо! На 6 секунд! Ну, это, конечно, не очень много, но... Но уезжаем! Уже 9! Вот тут надо опять хорошо пройти поворот! Ну, тут уже слишком большая скорость была! Вот тут вот не очень хорошо пройдено! Но если бы под правильной траекторией проходил бы этот поворот, то было бы вообще все! Каевчик! Тормоза! Вот тормоза, конечно, печальные немножко у него! Есть машины, которые более резко останавливаются! Но мустанг хорош, ребят! Мустанг хорош! У меня просто нет слов! Я просто хочу на нем кататься и кайфовать от звука двигателя! Потому что звук двигателя прям... Прям супер! Прям чувствуется мощь! Я обычно люблю, конечно, звуки двигателей больше всяких там турбированных автомобилей, чтобы были пшики! Такие заборы воздуха и прочее! Но... Блин, согласитесь, звук у этого мустанга просто кайф! Просто кайф! Ну что же, мы приехали! Минута 47 получилась! Это, по сути, такой же результат, как у нас был на предыдущих автомобилях! То есть, когда ты едешь, чувствуется это все максимально прям эпично! Но, на самом деле, только чувствуется! Потому что, судя по таймеру, приехали мы так же, как, например, тот же DeLorean, так же, как Menteac Transm и другие автомобили, последние, которые я тестировал! Так что, вот как-то вот так вот у нас все это дело получается! Ребята, если вам понравилась эта серия, если вам понравился этот автомобиль, не забывайте поставить лайк! Вам не сложно, а мне будет жутко приятно! Ну и, конечно же, подписываемся на канал и нажимаем колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео! С вами был Дима OnePoint и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok